Говорят, Сан-Антонио очень красивый город. Мы, в принципе, едем в сторону Хьюстона, как и планировалось изначально. Просто пересекаем по дороге, проезжаем через Сан-Антонио, съездим на океан. На океане поплаваем, позагораем. В Хьюстоне нам посоветовали хороший ресторан, чтобы покушать мясо. Все, весь план. Сан-Антонио, Хьюстон, пляж, мясо. И дальше мы двигаемся в сторону Флориды. Так что вот так вот. Наш штурман, мы за рулем воздвижения. Ну, солнечный путь, жизненный путь. Мы идем. Смотри, мы приехали на Джанкер. Врехали, потому что у меня передняя правая фара в машине не работает на дальний свет. Нужно купить один проводочек. Но я решил, что заедем на Джанкер. Это разборка. И покажу, что такое американская разборка. И возьмем этот провод для себя. Сейчас мы идем прямо туда. Можно взять тележку, если тебе нужны какие-то крупные детали. Снимай с машины. Мы идем и ищем 316-й ряд. Короче, вот так вот выглядит разборка. То есть машины, смотри, стоят на дисках. Тебе видно, сейчас подойдем ближе. Такие вот огромнейшие ряды. Ты приходишь и просто разбираешь ее. Давайте соберем ее обратно. Это займет время. Так чего стоим? Они разбирали ее не просто так. Нужно собрать и посмотреть, чего не хватает. Так, 312-й ряд. Ищем серого цвета. Мазду CX-7. Короче, вот если тебе что надо отсюда, приходишь и выкручиваешь. Допустим, руль подушки безопасности. Подушка с тропедой. Так, смотри, поиски у нас пока неудачные. Продолжаем дальше. Может просто сниму с любой другой машины провод. Но я хотел еще антенну на крышу взять. Потому что надо тут, тут чуть-чуть тропеды, чуть-чуть карты машины. Мама нашла. Нашла 2008 года, что у нас CX-7. То, что нам не надо было. Я, короче, вот запаску хочу забрать. Как бы не хотелось мне работать, но надо было. Хочу снять крепление бампера. Да. О, помощник наш. Нам нужен провод просто взять под линей. Запаска. Провод. Антенка. Может быть что-то еще. Лимузин не пошла сегодня. Ты хочешь узнать, сколько мы за все заплатили? Да. В общем, 2,50 за провод, поэтому я отказался от этих двух. А, вот 20 ковр 24 цента. 12. Смотри, колесо 12 долларов. Да будет музыка в нашей машине. Штат Резума очень жаркий. Я вот пытаюсь накормить нашу уточку хотя бы чем-то. Вот сосиска есть такая. Ну, это наше сухое мясо. Он, короче, вообще никакого не хочет. Видишь, зубы сжал. Видно. Не хочет и все. Вредничает. Заказал там-ям в новом заведении. Мама выпучила глазки на ужасный класс. Говорит, это фо? Я говорю, нет, это там-ям. Маме дали фо, комбо. А ну, покажи там. И креветка, смотри. И курица, и говядина. Все, приятного аппетита и хорошего семья. И настроения. Ну, так вот прибыли на пляж. Техас бич. Круто, да? Как по мне, очень красиво. Короче, сейчас приму душ. Сходим, покушаем, поужинаем. И потом снова, перед сном, на этот пляж. Нам посоветовал американец побывать в этом заведении. Вот наше меню. Это говяжьи ребра и приспи. Макароны все равно вкусная штука. А на улице замечательная погода. Техас. Да, сдалось ей эта дура, Техас. Что ты сказал? До свидания, сынулька. Я уезжаю. Вот это поворот. Фу, серьезно? Ты куда? Постой. Я помогу тебе. Давай, давай, давай. Давай, давай. Я помогаю. Иди, иди. Такси приехало уже. Да. Ты будешь лакать. Будешь лакать. Будешь лакать. Будешь лакать. Я с лакой. Мам, ну, хорошо, повезение. От путешествия. Ты увидела, это была мечта, Америку повезти. Ребят, вот настал тот день, когда наше путешествие с мамой подошло к концу. Мама пропала с нами здесь три месяца. Мы за эти две месяца успели увидеть большую часть Америки, где, в принципе, подписался под канал и все это самое интересное. Сегодня финал. Мы прощаемся. Мама уезжает. Дальше будут другие выпуски, интересные, но не другие. Потому что с нами не будет нашего главного актера, ради которого было это путешествие. Увидимся в следующем выпуске. Куда едем? Домой. Летом. Я, если честно, хочу подвести какие-то итоги. Как вы видели, путешествие с мамой длилось порядка трех месяцев. Было все безумно прикольно, весело. Это было путешествие, в первую очередь, сделано для моей мамы, чтобы ей что-то увидеть в этой Америке. В вторую очередь, конечно же, для себя. То есть я здесь уже нахожусь четыре года. За этих четыре года такого отпуска у меня не было. Не у всех американцев есть возможность так путешествовать по причине того, что это дорого. Это тебе нужно заправлять машину. Это тебе нужно постоянно аренда жилья, гостиницы, питание. То есть это очень дорогое удовольствие так путешествовать. Я надеюсь, что у каждого из вас будет такая же возможность хотя бы раз в жизни проехаться так вот по Америке. В нашей поездке мы с вами посетили Нью-Йорк, Манхэттен. Мне очень понравился этот парк, Централ парк. Я рекомендую всем там побывать, но, как вы помните, мы там были всего лишь два дня. Надо туда ехать на одну неделю, потому что в Централ парк ты потратишь три дня только обойти парк. Ты поедешь, ты погуляешь по Манхэттену, это еще пару дней. То есть тебе нужна определенно одна неделя для того, чтобы объехать весь Нью-Йорк. Дальше мы с вами заехали. Шикарный отдых получился у нас в Виленойсе. Мы побывали на пляже, мы отдохнули, позагорали. Единственное, что скажу по еврейской традиции, берите с собой полотенце и свой собственный зонтик. Это будет намного дешевле, потому что, ты помнишь, мы на зонт, на топчан отдали 70 долларов. Космос. Приятно, вот Иринось, шикарный город ночной. Там все красиво, ярко, эмоционально. Какие вкусные были рестораны. Ты себе не представляешь. Обязательно пройдись. Помнишь ресторан с видом на город, на крыше какой-то был этаж 17-й, 21-й? Вот это была красота, да? Из незабываемых могу отметить в штате Вашингтон горячие источники. Вот туда я бы 100% еще раз вернулся. Даже, может быть, не один раз. С семьей. Я надеюсь, что будет возможность у мамы вернуться еще раз, приехать с отцом, приехать с родными. Я бы туда съездил еще раз. В конце нашего путешествия мы заехали в Гранд Каньон. Я помню, что мы прошли только половину пути. Я думаю, в следующем году, если у меня будет возможность съездить еще раз в Гранд Каньон, я бы посетил его. Я бы спустился в самый дальний уголочек. Я бы прошел его до конца. И ты не упускаю возможность. Когда, если не сейчас, не теряя возможности, бери сумку, портфель, бери воды и езжай. Езжай смотреть на природу. У нас было 35 выпусков в этом сезоне. За этих 35 выпусков ты увидел очень много ярких разных моментов, локаций. То, что я озвучил, это всего лишь капля в море. Поэтому не теряй время зря. Бери свой фотоаппарат, бери свой портфельчик, бери семью и езжай. Езжай путешествовать, изучать природу, мир вокруг и радоваться. Кто, если не ты, здесь и сейчас, и сегодня. Порадуй своих людьми. Поэтому ставьте цель перед собой, жить счастливо и улыбаться. Не забывай, что солнечный путь светит не только нам, а и вам. Солнечный путь светит всем вокруг. Просто помни об этом и делай что-то на встрече ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин